Всем огромный привет! Вы на канале о вышивке и с вами Юлия Исайкина. В сегодняшнем видео хочу ответить на тег, называется рукодельный контент и автор тега Юлия Неминская. В этом теге 10 вопросов. Я не гуглила, не знаю кто еще отвечал на него или нет, но вот в данном случае я буду вышивать своих оленей, которых я начала буквально два вечера назад. Про вопросы я тоже не читала заранее, поэтому это будет у нас все спонтанно. Сейчас я закреплю ниточку, найду где мне нужно вышивать. Соскучилась я по Аиде. У меня тут бленд, как раз достаточно длинная такая ниточка. Я делаю микро стежок 1 и след за ним 2. Так, и приступаем к вышивке. И у нас первый вопрос. Важен ли для вас контент-план у блогера, подача рубрик и их регулярность выходом? Если смотреть на себя со стороны подписчицы других вышивальных каналов и каналов может быть не вышивальных. Конечно же хочется побыть эгоистом и сказать, что чем чаще видео выходят у любимых блогеров, тем лучше, что хочется все время смотреть их видео. Контент-план мне не очень как бы важен сильно, подача рубрик. Но если есть что-то интересненькое, вот, например, возьмем не вышивальных блогеров, а возьмем, например, бьюти-блогеров. Я смотрю Алену П. Гребняк, я смотрю Егора Андрюшина, мне он очень нравится, он такой харизматичный, приятный парень. И вот у него сейчас на канале вышла рубрика новая. Началась рубрика, он делал обзоры на шоу. Мне понравилась эта новая рубрика, хотелось бы еще. Плюс у этих обоих блогеров я смотрю рубрику трэш-салонов. Тоже мне очень заходит, мне нравится под вышивку вообще просто огонь. И вот, наверное, тут мне именно их подача важна, так как они мне нравятся как люди. Ну и у них эти видео получаются очень такие, ну, интересные и прикольные. Конечно же, когда смотришь эти видео, в рекомендованных выскакивают и другие подобные, да, ну, та же рубрика, но только у других блогеров. И вот тут уже просто вот понимаешь, что человек не твой, и даже свою любимую рубрику, назовем это так, ты у этого человека смотреть, ну, не можешь. Уже не то. Пальто. Вот. Ну и насчет регулярности выхода, конечно, хотелось бы побольше, почаще, прям каждый день. Но уже если заглядывать с той стороны блогера, да, я знаю, насколько это сложно создавать хороший качественный контент ежедневно, это вообще практически нереально. Хотя вот взять Антона Эс и его новостной, ну, назовем это так, канал сплетней, да, который тоже под вышивку прекрасно заходит. У него очень хорошо поставленная речь, он харизматичный парень. Я смотрю, я, конечно, понимаю, что там половина, ну, это сплетни, да, и половина может быть правды, половина неправды, но как развлекательный контент мне нравится. Я смотрю, ничего страшного, не воспринимаю это там близко к сердцу, серьезно, просто вот как фон для вышивки мне заходит, и он постит видео ежедневно вообще, ежедневно. И это прям, ну, это такая большая работа проделанная, ну, ежедневно с хорошим монтажом, с хорошо поставленной речью. Он просто априори очень красиво говорит, использует такие обороты речи интересные, фразы, слова, то есть просто вот молодец, парень молодец. Хотя, конечно же, среди там блогеров, назовем это так, на традиционной ориентации ходят слухи, что он и лицемер как человек, ну, неважно, не будем его человеческие качества сейчас обсуждать, его контент мне заходит. Но как блогер я понимаю, что у нас на вышивальном, конечно же, не может быть такого ежедневного контента, потому что вышивка это дело не скорое, не быстрое. Показывать одно и то же 300 раз, вот такое мне тоже не нравится, когда те показывают продвижение по одной работе и прицепом еще куча того, что ты уже 150 раз видел в этом же видео выскакивает. Ну, как-то я не знаю. Хотя, наверное, эта тактика правильная, может быть, нужно тоже так же делать, но как-то я не знаю. Мне кажется, что это вызовет только негодование какое-то. Возможно, мне только кажется, потому что я очень самокритично к тому, что я хочу рассказать, и мне кажется, что все вообще полная фигня всегда. Хотя, ну, другие пишут мне хорошие комментарии, да, ну, там и другие блогеры и подписчики, а мне все время кажется, что это все равно провал, провал, провал. Наверное, нужно работать над своей самооценкой. Так, второй вопрос. Видео об общих отчетах СП или играх нужны? Вообще очень спорный вопрос. С одной стороны, конечно же, если человек делает свой совместный проект, ему хочется показать, какая работа проведена участниками, ему хочется, чтобы его заметили как организатора. Но у меня всегда вопрос. Я вот, кстати, ну, Софья очень часто говорила, ну, как очень часто, ну, пару раз говорила свою мысль о том, что нужно было бы что-то придумать с отчетами. Ну, ладно, там один раз, второй раз, когда ты делаешь просто коллаж из фотографий, даже не просто коллаж там, а под музыку какую-то, а ты записываешь свою речь, ты как бы листаешь фотографии, ты про это все высказываешь какие-то свои мысли, зачитываешь, может быть, выжимки из постов девочек. Это интересно смотреть тем, кто в моменте в этом СП участвует. Если я вот, например, не... Ну, возьмем даже тоже Юлию Неминскую. Она ведет свои СП по многоцветкам, я как бы не сильно там по этим многоцветкам вышивальщица, то есть у меня есть, он получает сколько? Три, да, включая Сулеймана, но я не приравниваю к себя, к многоцветочнице, да. Вот Юля, у нее она проводит такие свои СП тоже там тематические или как-то, именно по многоцветкам. И она делает, собирает отчеты, и я как человек, который к этому вообще не близко, ни влево, ни влево, право, я эти видео, естественно, пропускаю. То есть если бы я участвовала вместе с девочками в этом совместном проекте, я бы эти видео смотрела. Плюс еще такой момент, что это самые, наверное, непросматриваемые видео на ютюбе, мне кажется, отчеты ПСП по всяким играм, потому что формат их очень... ну, тут уже, не знаю, не выскочишь из своих трусов, из своих штанов, чтобы придумать какой-то такой интересный, необычный формат. Хотя вот у меня всегда это в голове, и вот, ну, когда вот с Софьей там болтаем, переписываемся, у меня вот, ну, пару раз как-то я так думала, ну, что же можно придумать, ну, на ее канале, там, в ее видео, как-то в ее рубрике, так, чтобы убрать вот эту вот сухость фактов, назовем это так. И вот в голову, если честно, ничего как-то не приходит сильно, потому что тема такая, они как бы нужны, эти отчеты, да, видеоотчеты для тех, кто участвует в этих СП, и для других людей, ну, им будет все равно, они будут эти видео пропускать, и это их право, ну, как бы и хорошо, пропускайте, если вам не интересно, ну, любые видео, как бы мы делаем сами свой выбор, даже если это любимый блогер, мы можем смотреть у него все, можем какое-то видео пропустить, это абсолютно нормально, также с жизнью мы делаем свой выбор, я не знаю, хочу сегодня черный хлеб, не белый, там, хочу сегодня черную крупную, блин, а не красную, ну, то есть такое. Прямые трансляции, вас интересует, сколько по времени должен идти эфир. Я люблю эфиры, очень, я прихожу на эфиры ко многим, их Юле бывает, я не часто попадаю, если тоже попадаю, не всегда пишу, просто я, как бы, ну, прийти и просто привет-привет-привет, могу написать привет, и все, и больше не писать, потому что, может быть, обсуждение чего-то идет, ну, на что у меня нету, там, какое мнение, там, ну, как не то, что мнение, но мне нечего сказать по этому поводу, и поэтому я не пишу всякую фигню, вот, или, там, тема для меня равнодушная, ну, то есть я просто слушаю под вышивку, да, рассуждения других девочек, и в чате тоже. Кстати, я не поживши рукодельницы, я вот уже не часто попадаю, почему-то, хотя у меня стоят колокольчики, но вот, то ли по времени как-то не совпадаем, то ли что, бывает под конец, уже под самый-самый конец, все интересное уже пропустил, вот, к Инессе захожу на эфиры, тоже могу поздороваться, там, что-то, если, ну, написать что-то, если прям, вот, мне есть что сказать по какому-то поводу. К Ире, естественно, к Софье, кто у нас еще? К Алене Хилтонин заходила, конечно же, на прямые эфиры, когда она их проводила. Кому еще клеили сплошные крестики? Мне нравится, я люблю вот этот режим, онлайн-общения такого, сразу живого. Мне кажется, это интересно. Мы прямые эфиры не только на YouTube, и в Instagram мне тоже нравятся. Это не обязательно даже вышивальные. Сама проводить люблю прямые эфиры, это очень удобный формат, когда тебе, например, нет времени, или как-то не получается, планы слетают, и тебе не получается снять видео или настроение какое-то такое, но тебе как бы хочется показать, что ты там навышивал, поделиться, да, своими продвижениями, то это очень удобно выйти в прямой эфир и пообщаться с девочками, поднять себе настроение и создать контент уже, да, честно будем говорить, и не заморачиваться потом с монтажом, с рендерингом видео. То есть это все очень-очень получается удобно. Сколько по времени должен идти эфир? Ну, может быть около двух часов, где-то так. Когда там час вроде кажется мало, когда три вроде как много. Если ты не попал на этот эфир вживую, то длинные эфиры, конечно же, сложнее пересмотреть, не получается за один раз. Вот. Так, я тут зачеркиваю. Тут походу, как мы тут пойдем, да, надо полукрестом вверх. Поэтому около двух часов. Ну, так, немножко плюс и немножко минус. Наверное, где-то, ну, да. От полтора до двух с половиной, это, я думаю, нормально. Так, мастер-классы по вышивке. Смотрите, чего вам не хватает из существующих? Мастер-классы я только смотрю вот по вышивке. Ну, мастер-классы я сама проводила по вышивке. На выставке. Поэтому, ну, вот, как сказать. Если вот мне припрет вышить что-то какой-нибудь там бразильской вышивкой, я, наверное, да, загуглю бразильская вышивка. Например, роза. И буду смотреть мастер-класс. Так, завышивалась. Но вообще, нет, не смотрю. Потому что, ну, вышиваю крестиком, вышиваю бисером. Да, господи, что я не туда все попадаю? И я это умею делать. Мне мастер-классы для этого не нужны. Плюс, если там взять набор, например, какой-нибудь вышивки лентами, то я сначала не пойду на YouTube за мастер-классом. Я прочту инструкцию к этому набору. Я думаю, что там все будет подробно описано. И мастер-класс уже будет тогда не актуален. Так, вышивальные игры на YouTube. Участвуйте или неинтересно? На YouTube не участвую. Но вот в СП по мандалам я сама эти игры провожу. Придумываю какие-то вопросы, какие-то задания, что-то там. И квест у нас был, бродилка по сказке. И марафоны, и марафоны просто на скорости, марафоны с заданиями, и какими-то творческими, и с подковырками. Мне очень нравится придумывать задания такие, например, вышить какое-то определенное количество крестиков и сфотографировать свою работу на фоне. Это было зимой, я помню, прошлое на фоне цветущей гортензии. Или весной, ранней весной. То есть гортензии еще не цвели. Ну и кто-то додумался, тот додумался, да, на фоне, допустим, там, взять на монитор, вывести фотографию гортензии. И на этом фоне сфоткать свою работу. Либо в фотошопе это можно было сделать. Ну, короче, такие, типа, ну, просто вот пример. Например, заданий таких, на логику назовем это так, что ли, там, рассыпать бисер по своей работе, да, это такое лирическое, рассыпать можно как в кавычках, вышить бисер, да, там, сям. Ну, в мандалах оно вышивается все такими, ну, как. Ну, ты, получается, как будто рассыпаешь по работе свои бисер. Не участками маленькими, он везде, 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 везде получается. А девочки, кто, например, вступали в марафон, и у них еще не было на руках материалов по мандалам, и они говорят, а можно мы с другой работаем? Например, девочка вышивает крестиковую работу, там, тот же Dimensions, не просто брали, рассыпали этот бисер, реально вот прям рассыпали по работе и сдавали этот отчет. Ну, и, конечно, это было засчитано, потому что, в принципе, задание выполнено. Ну, такие вот всякие-всякие разные, и творческие, и на смекалку, и вышивальные на скорости, всякие разные, вот, придумываю. И в декабре тоже будет у нас большой марафон, марафон-адвент. Сейчас все, кто посмотрели, всем спойлер. Тэг на рукодельную тематику смотрите? Почему? Если нет, почему? Я даже не знаю. Я смотрю, да, не каждый, наверное, не у каждого блогера. Мне больше нравится, если честно, когда на тэге отвечают в эфирах. Ну, вот, часто это делает вот сама Юля. Мы с Ирой тоже отвечали на тэг в эфире, потому что, потому что, как-то, наверное, зрители принимают тоже, подписчики, участие в чате, они тоже интересно почитать их мнение сразу. Потому что вот сейчас я отвечаю, я это видео пока выставлю, пока вы его посмотрите, ну, как-то и комментариев, и ответов ваших мнений именно в комментариях будет намного меньше, чем их было бы в эфире. Ну, это так вот, почему-то так вот есть. Не знаю, почему. Поэтому, наверное... Ну, вот, напишите в комментариях, как вы любите больше смотреть ответы на тэги в видео, вот так вот под вышивку, в видео сидя лицом, просто отвечая, или же в прямом эфире, как бы в прямом живом общении, где можно какие-то дополнения, лирические отступления, не знаю, прочитать комменты, можешь что-то добавить от себя еще. Ну, вот как-то вот в таком режиме. Вот, напишите в комментариях, тогда я уже буду думать, как мне в следующий раз, например, на какие-то тэги ответить. Что важнее, крутой монтаж видео или уютная болталка? Я не знаю. И то, и то важно, наверное. Уютная болталка. Ну, насколько она уютная? Я люблю болталки, и мне нравится смотреть тоже красивые видео. Мне кажется, здесь 50 на 50, вообще абсолютно. Нужен баланс, наверное, чтобы на канале было и то, и то. Вот, например, чтобы были вот какие-то эфиры такие, спокойные, уютные, где ты встречаешься с своими подписчиками, и просто им рассказываешь, как у тебя дела в вышивальном плане или не в вышивальном. И в то же время, чтобы были видео, например, ну, какие-нибудь из серии законченная работа, да, и оно было там, чтобы были красивые кадры, близко можно было рассмотреть на макросъемке, да, и были, может быть, какие-то технические факты этой работе, именно вот, ну, как она вышивалась, там, какие техники применяли, что-то такое. И чтобы это тоже было красиво смонтировано, может быть, что-то где-то с музыкой было. Короче, я отвечу, что 50 на 50. Мне и то важно, интересно будет посмотреть. И другое. Так, потерялась я, гад за Петрович хреново. Всё, нашлась. Блогер и его мнение. Важно для вас? Конечно же, если это мой любимый блогер, для меня будет и блогер важен, и мнение важно. На самом деле, для меня очень важно и мнение моих подписчиков, потому что я очень много с кем общаюсь, из подписчиков, кто не ведёт свои каналы. Очень много с кем общаюсь. Очень много. Я всем отвечаю, никого не игнорирую. Если меня просят о помощи, неважно, я могу ночью встать попить, не знаю, потом прилечь, взять телефон, посмотреть, сколько времени или что-то, увидеть там сообщение, и на это сообщение в ночи ответить. Естественно, если у меня такое сообщение, вы не могли бы мне по образцам подобрать ткань, ну, в 3 часа ночи я этого делать не буду, но я обязательно это сделаю на следующий день. Но если там какое-то такое сообщение в ночи пришло, на которое я могу ответить информацией из головы, так сказать, то я это сделаю. То есть получается, да, в любое время дня и ночи. Бывает, что забываю, но тогда напоминайте мне о себе, потому что я не специально проигнорировала там или что-то. Я, может быть, забыла, вот сейчас вот я за рулем увидела сообщение, прочитала его, и оно же у меня не будет потом висеть в прочитанных. Думаю, сейчас до дома доеду и отвечу. И хоп, забыла. Ну, я чаще, конечно, сама вспоминаю потом и отвечаю. Но вот бывает, переключишься, сознание переключается куда-то в другую степь совсем. Не знаю, там или домой приедешь, детей заберешь, уроки, то-се. И забываешь сразу ответить. Но обычно я сама вспоминаю. И, да, пишу. Поэтому для меня и мнение моих подписчиков тоже очень важно. Слава богу, у меня нет большого количества каких-то плохих комментариев, хейтерских, там, комментариев, какого-то осуждения. Конечно, я понимаю, что каждого из нас обсуждают, ну, где-то там лично, да, там, скрыто. Ну, самое главное, что я об этом не знаю, что они там говорят. Пускай говорят. Ничего страшного. Ну, и как бы, даже если мне на канале что-то бывает, там раз на раз напишут, я сильно близко это к сердцу не воспринимаю. Потому что это человек какой-то, где-то живет, чем-то занимается. Я его ни разу не видела. И, наверное, никогда и не узнаю, что это за человек. Он мне какую-то гадость написал. Ну, и слава богу, что ему от этого легче стало. Ну, хорошо, написал и написал. Ну, как бы, мне от этого хуже не становится. И если человеку от этой гадости становится легче, которую он написал, ну, я тогда очень за него рада. Ничего страшного в меня не убудет. Но это случается очень-очень редко. На самом деле, у меня очень лояльная публика. Я очень рада этому. Так, закреплю здесь. Вот не хватило ниточки на пять крестиков. Тоже вот так я делаю два микро-стежка. Где-нибудь вот здесь выведу ниточку. Ну, и пока ее оставлю. Так. Где мои нитки? Бэлээнд. Что? Чего бы вам хотелось в ближайшем будущем увидеть на рукодельном YouTube? Интересный вопрос. Очень бы хотелось от самого YouTube, чтобы возобновили Hangouts. Чтобы можно было проводить совместные эфиры. Нормально. Без всяких там Jitsi, Mitsi, OBS, плагинов, приложений. Всего чего. Без вот этого вот. Потому что, ну, реально, зачем они это удалили? Непонятно. Это от самого YouTube бы очень хотелось. Для всего YouTube, мне кажется, многие были бы рады. Ну, а если говорить именно о рукодельном YouTube, то... Я даже не знаю. Мне кажется, всего хватает. Все как-то... Ну, для меня, на мой взгляд, все в балансе. Ну, вот, возможно, знаете, чего хотелось бы? Чтобы производители заводили свои каналы не только показывать какие-то коллажи, там, видео или фото коллажи со своими новинками. Мне очень понравилось. Я познакомилась здесь с каналом магазина Иголочка. Иголочка. Иголочка.co.ua, по-моему, да? Там, где бисерные всякие продаются. Наборы разные. Разных производителей. И вот девочка сидела в эфире, я так понимаю, работник этого магазина. Или знаю, может, она и хозяйка есть. Я не сильно в курсе. И вот она показывала после выставки Handmade Expo всякие новинки, всякий набор. У нее была зимняя тематика. И она показала все по зимней тематике. То есть начинает украшение стола, заканчивая картинами. И что у нее было? То можно было и выше там посмотреть в варианте. И розыгрыш там провели. И вот это мне очень-очень этот режим понравился. Вот такое, наверное, я бы хотела, чтобы вот так производители заводили каналы на YouTube. Я вот в Риме говорила тогда в эфире, Риме с Лизой, что помимо того, что они делают анонсы в прямых эфирах своих куколок новых или подушечек, или своих дизайнов, своей продукции в Instagram, на YouTube это тоже имело бы ну как спрос, да? И очень вот бы хотелось такого на самом деле. Вот так. Чтобы наши и зарубежные тоже самое делали. Кстати, зарубежные вот дизайнеры, у них есть такое. Не все, конечно же, но у некоторых есть свои каналы, вот как Никола Паркман, например, от Hands to Cross the Sea Samplers. Она выходит, делает, ну, как бы, обзоры новых схем, показывает, как, что, про основу рассказывать, немножко там даже какие-то истории про того, кто вышивал это, ну, откуда эта схема взялась. Еще есть некоторые дизайнеры, которые тоже выходят, показывают. Ну и вот тут тоже хотелось бы. Хотелось бы еще, чтобы новинки, например, даже те же авторские схемы, да? Чтобы был такой канал, который обозревал бы авторские схемы именно наших, там, вот, Надежды Гавриленковой, там, Алены Кошкиной, ну, вот таких дизайнеров, да? Чтобы вот, вот в этом, раз в месяц, например, или раз, ну, ладно, может, не раз в месяц, раз там, в сезон. Вот такие-таки-таки схемы вышли, хотя, наверное, это было бы длинное видео, вот раз в месяц. именно авторские схемы наших русских дизайнеров. Такое бы, наверное, хотелось. Ну, что-то вот, чтобы узнавать от самих производителей, дизайнеров, чего у них выходит. И не бегать, и не искать по всяким там группам ВКонтакте, по Инстаграму, где-то еще. Ой, последний, десятый вопрос. Что-то так быстро. Рукодельный Ютуб все еще вдохновляет вас на новой вышивке? Меня однозначно да. У меня, когда пропадает вот этот вот червячок вышивальный, я туда включаю конкретно вышивальные видео, и, возможно, даже такие, которые старые видео, ой, которые я уже смотрела, может быть, 250 тысяч раз, но вот в моменте они мне кто-то приносит вдохновение или какие-нибудь включаю видео даже блогеров, на которых я не подписываю, но просто в поиске покупки. И вот покупки меня, покупки других людей вдохновляют меня. Конечно же, находятся еще какие-то хочушки, которые хочется для себя, но вдохновение тоже приходит. тогда берешься за вышивку с новой силой, назовем это так, с новым азартом, и тогда и вышивка идет как-то веселей, бодрее, быстрей. Вот. Так, ваши пожелания и замечания к блогеру, который ответил на этот тег? Ну, тут, наверное, тогда получается мои пожелания и замечания к Юле как к автору этого тега. Потому что я не знаю, кто еще отвечал на этот тег, но так как я зашла к Юле на канал и увидела этот тег, мои замечания и пожелания будут ей. Но замечания никаких высказывать не буду, не мое это дело, не мое это право, потому что она как блогер сама знает, что ей делать, как вести свой канал, какие рубрики и видео ей выкладывать. пожелания. Конечно же, для начала хочется пожелать, чтобы всегда было время, здоровье, силы и вдохновение на любимое хобби. Это важно, чтобы запал не пропадал. Ну и наверное, пусть остается с собой. Не прогибайся под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под тебя. Ну как-то вот хочется эту фразу сказать. Вообще хочется это сказать наверное каждому из нас, потому что мы когда сюда приходим и начинаем видео снимать, мы приходим со своим каким-то мнением, со своим вкусом, со своими вышивками, со своими мыслями, чувствами, ощущениями. И когда ты начинаешь набирать на аудиторию, то появляются зрители, которые в комментариях могут немножечко начать уводить тебя от твоей точки зрения. Ну как-то вот я не знаю, я это в голове у себя понимаю, что я хочу сказать, но мне хочется, чтобы вы тоже поняли правильно, что я имею ввиду. То есть влияние зрителей оно появляется, чем больше у тебя подписчиков, тем больше появляется этого влияния тоже на блогера, зрителей на блогера. Так же, как и блогер на зрителей влияет, как сейчас в последнее время называют, ну и это правильно, что мы инфлюенсеры, да, то есть вот я, например, начинаю вышивать какую-то работу и вдохновляю этой работой может быть десяток людей, чтобы они ее тоже вышили. ну и это да, инфлюенс. То есть я влияю, имею влияние на людей. Так же и люди, которые меня смотрят, они имеют влияние на меня или вот на Юлю, или на какого-то другого блогера. так вот хочется наверное пожелать, чтобы это влияние зрителей оно не меняло ценности самого блогера, то есть я не знаю, как это, наверное, просто если простым языком скажу, чтобы не переобулся. Короче, чем дальше я говорю, тем больше я запутываю вас. А еще короче наверное просто оставаться собой. Потому что каждый блогер найдет своего подписчика и каждый подписчик найдет своего любимого блогера. По-другому быть не может. Не будет это Юля, будет это Маша, не будет это Маша, будет это Даша, не важно. Мне кажется настолько сейчас много девочек вышивают и открывают свои каналы, что я считаю, что нету смысла ходить писать комментарии, что вот ты такой, 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 я от тебя отписываюсь. Смысла в этом нет. Ты как бы обидел человека и ушел. захлопнув дверь за собой так это назовем. Если тебе не нравится, выключай видео, отписывайся, иди подпишись на того, кто тебе нравится. Молча. Ну как-то не знаю, назовем это так что ли, без выплеска гнева. то, что люди бывают разные. Но вот если на меня выплеснули гнев в комментариях, я не обиделась. Я либо удалила этот комментарий, либо его оставила. Я могу там Ире перекинуть его. Я говорю, смотри, мы ха-ха поржали что-нибудь. Ну и все. И у меня такая внутренняя броня. Я не подпускаю эти комментарии близко к себе, потому что я понимаю, что это человек мне незнакомый. Если бы это был человек знакомый мне, с кем мы общаемся, например, если бы мне это Ира сказала, или моя Оля, или Рут, или кто-то не знает, те подписчики, которые постоянные, которые пишут постоянно комментарии, ты эти имена запоминаешь, и ну обычно такого не бывает, что тебе вот писал-писал комментарий хороший человек там пять лет, и вдруг так бум, и вдруг тебя там, я не знаю, обозвал, или что-то тебе такое высказал плохое. Ну такого не бывает, это наверное 0,01% из 100, что такое может быть, в основном нет. Обычно это люди такие, которых да, есть имя, но чаще всего имени нет, ник, и фотографии нет, на аватарке, и подписаны они на тебя всего три минуты, но свой комментарий пожелали оставить плохой, и ну я считаю, что на таких людей ну не нужно тратить энергию свою, обижаться, думать о них, я не знаю, надо думать о тех, кто тебе дорог, а не о тех, кто просто мимо проходил, и вообще я всегда представляю, что я живу вот здесь, в Ирландии, на острове, а тут человек, он может жить вообще на каком-нибудь южном Сахалине, и пишет тебе плохой комментарий, ты почему-то здесь в Ирландии должна за него переживать, в общем, моё резюме таково, быть собой, быть собой, в первую очередь честной, делать то, что хочется, делать то, что нравится, не обращать внимания на других, короче, кушать суп из своей тарелки, потому что у каждого этот суп свой, вот, что я тут навышивала за этот тег, ничего, кусочек маленький, ну хотя бы повышивала, куча закрепок, но я их потом убираю, их потом видно не будет, всё будет хорошо, какие вот дела, короткий оказался тег, почему-то быстро я на него ответила, я думала, может быть, будет подольше, какой частик, что-то, но я посмотрю ещё, я знаю, что у Юли много тегов, я посмотрю ещё на канале, на что можно ответить, может быть, вы напишите, на какие теги вы хотели бы услышать ответы от меня, ну и на этом я с вами попрощаюсь, всех вас люблю, целую, всем пока-пока, пока, по-пока, пока,